Часть вторая. Средства и методы, увеличивающие биосинтез и биоэнергетику. А в живом все живое и жизнерадостное для того, чтобы жить в токе, в электричестве и магнитах, где вся сила из-за этого живет и в воле находится. Мои силы, это исток магнита и электричество. Они находятся везде и всюду. Порфирий Иванов. Глава первая. Движение. Общее положение. Теперь мы приступаем к рассмотрению средств и методов тренировок, направленных на увеличение собственной энергетики и улучшение биосинтеза клеток. В мировой практике имеется множество фактов, подтверждающих возможность человека брать энергию и строительные материалы из окружающего пространства напрямую. Например, Галина Сергеевна Шаталова и ее единомышленники провели ряд экспериментов. Группа из четырех человек во главе Шаталовой совершила трехнедельный поход по перевалам главного Кавказского хребта из Архиза до озера Рица. При этом они взяли с собой на одного человека один килограмм крупы, варить кашу, двести пятьдесят граммов масла и полтора килограмма сухофруктов. После окончания похода они были веселы, жизнерадостны и ничуть не похудели. В эксперименте «Человек и пустыня» в июле по Каракумам был совершен четырехдневный пеший переход на расстояние 130 километров. Питание экспериментальной группы Шаталовой было низкокалорийным и малобелковым. Не более тысячи килокалорий на человека ели каши, изюм, мед, орехи, рисовую похлебку с душистыми травами, пили зеленый чай. Жидкости потребляли 2-2,5 литра в сутки. Контрольная группа спортсменов питалась по рекомендациям Института питания Академии Министерства наук СССР. Калорийность рациона была от 4000 до 4100 килокалорий, то есть в 4 раза больше. Пища была насыщена белками, жирами, углеводами. Спортсмены этой группы взяли с собой пустыню мясные и рыбные консервы, сублимированное мясо, бульонные кубики, концентраты пудингов, шоколадных и рисовых, сахар, какао, печенье. Ели 4 раза в день, группа Шаталовой всего 2 раза. Пили, как принято, в зной до 10 литров воды на каждого человека. В итоге лишь половина спортсменов прошла весь маршрут. Во время перехода у них отмечалось несколько повышенное давление крови, учащенный пульс покоя, подавленное настроение и плохое самочувствие. В группе Шаталовой у всех участников уровень кровяного давления и частота пульса не выходили из нормы здорового человека. При этом самочувствие было хорошее, работоспособность высокая. Весьма показателен в этом отношении и эксперимент Поля Брега. Он совершил пеший переход в долине смерти, длиной около 48 километров, при температуре в полден плюс 54 градуса Цельсия. Вместе с собой он взял 10 молодых спортсменов. Для них был приготовлен целый фургон с едой, питьем и с солевыми таблетками. Сам Поль Брег в течение всего периода голодал. Из 10 молодых здоровых спортсменов никто не дошел до конца, несмотря на завтраки и холодную воду. Только один Поль Брег завершил этот переход. Вот что он пишет. Я оставался на дистанции один и чувствовался свежим, как маргаритка. Для совершения такого перехода ему понадобилось 10,5 часов, во время которых он пил лишь теплую воду в небольшом количестве. Затем он переночевал в палатке, а на утро проделал обратный маршрут без всякой еды. Интересно описывает свой опыт Юрий Андреев, автор трех китов здоровья. Как он научился во время длительного бега включать энергоподпитку и биосинтез из окружающей среды. При этом бежать становилось не только легче, но и вес после пробега увеличивался на несколько сот граммов. Подводя итоги такому вступлению, для себя отметим, что для того, чтобы организм хорошо усваивал энергию из окружающей среды и хорошо включал биосинтез клеток, надо много двигаться. Безразлично как. И следующее непременное условие всегда чистая кожа. И еще подчеркивает Шаталова. В холодном воздухе и холодной воде содержится максимум энергии. Поль Брек считает, что внутренняя частота организма – первейшее условие для неисчерпаемой энергетики. Юрий Андреев из своего опыта подчеркивает, что увеличение пульса вдвое по сравнению с покоем и чуть больше – непременное условие как для выработки энергии, так и для запуска биосинтеза клеток. По гипотезе профессора Андреевского, в организме млекопитающихся и человека кровь образуется лишь во время напряженного физического усилия. Именно в движении, при беге, интенсивной работе на свежем воздухе идут мощные окислительно-восстановительные реакции и образуется сильная молодая кровь высокого качества. В главе 5 части 1 была подробнейшим образом описана энергетика, а в главе 6 – биосинтез. Но для ясности повторим, какие механизмы энергонабора и биосинтеза задействованы в движении. Методы, увеличивающие биосинтез и биоэнергетику. Первое. В движении особенно ощутимо происходит взаимодействие плазмы нашего организма с магнитными полями окружающего пространства, потоками заряженных частиц, движущимися вверх от поверхности Земли и вниз от стратосферы к поверхности. Это вызывает гиперполяризацию мембран клеток, которые в свою очередь активизируют биосинтез. Второе. Само движение частей тела в яйцеобразном плазменном коконе напоминает движение ротора рук ног в статоре, плазменной сфере. Опять задействован механизм гиперполяризации мембран. Третье. Усиление кровотока в 4-5 раз. Другой пример ротора и статора. Только здесь статор тела, а ротор кров. Четвертое. Усиление сердечных сокращений 60-70 до 200-240 ударов в минуту является мощной энергоподпиткой организма. Ну достаточно где-то 150 ударов, потому что 200-240 ударов это как правило такие пиковые моменты. А лучше где-то вот примерно 120-140 ударов в минуту частота сердца должна быть. Пятое. Увеличение дыхания до 20-30 раз по сравнению с покоем. Самый мощный механизм поставки свободных электронов в организм. Само движение воздуха в грудной клетке, пример ротора и статора, магнитное поле организма, подзаряжает электроны, движущиеся по дыхательным путям. И они гораздо лучше усваиваются слизистой оболочкой легких. Как правило, во время движения интенсивно вырабатывается внутри организма углекислота. Происходит дыхательный ацидоз, который вызывает клеточный биосинтез. Шестое. Разнообразные виды вибраций и трения, возникающие во время интенсивных движений в самом организме, порождают энергию. Седьмое. Активация рецепторов внутри организма способствует максимальному снятию и усвоению электронов акупунктурной системы. Восьмое. Выступление испарины на коже и создание этим дополнительного числа электрических контактов позволяет через кожу брать больше энергии по сравнению с покоем. Девятое. Разрушение протоплазмы клеток и других внутренних структур во время движений, то есть катаболизм, стимулирует процессы восстановления и супервосстановления, то есть анаболизм. Надо твердо усвоить простую истину. Движение – самый мощный стимулятор катаболических процессов в организме, которые в период покоя активизируют биосинтетические, то есть анаболические процессы. Ребенок никогда бы не вырос во взрослого человека, не совершая огромного количества движений. Вообще, в процессе эволюции наш организм создавался максимально приспособленным к движению и полноценно мог существовать только подвергнутый различным вибрациям, встряскам, сжатиям, растяжениям и другим физическим и гравитационным воздействиям. И это неудивительно, если знать, что наш организм представляет собой громадных размеров поверхность заключенную, то есть сжатую, в сравнительно небольшом объеме. Так, 10 в 15 степени клеток человеческого организма вместе с коллоидными мицеллами, находящимися в их протоплазме. Всего мицеллы в сухом виде составляют 5 килограммов веса, составляют суммарную поверхность 2 миллиона квадратных метров, то есть 200 гектаров. Вот на этой живой поверхности и осуществляется все многообразие окислительно-восстановительных реакций. Чтобы эти реакции протекали нормально, по этой поверхности необходима непрерывная циркуляция жидкости, которая доставляет питательные вещества, кислород, биорегуляторы, то есть гормоны. По ней должны свободно нести свободные электроны и удаляться метаболические шлаки. Выводится лишняя углекислота и так далее. Орошение этой колоссальной поверхности происходит через систему капилляров общей протяженности 100 тысяч километров. В человеческом организме, имеющем вес 52-54 килограмма, это осуществляется всего 35 литрами жидкости. Кровь 5 литров, лимфа 2 литра, внеклеточная и внутриклеточная жидкость 28. Для снабжения такого же количества 10 в 15 степени клеток одноклеточных микроорганизмов, живущих в море, необходимыми газами и питательными веществами, требуется 10 в 7 степени литров морской воды. Это огромное количество. Несмотря на то, что 1 кубический сантиметр крови в капиллярном русле соприкасается с поверхностью в 7 тысяч квадратных сантиметров, через которую осуществляется диффузия и активный перенос, этого недостаточно. Ведь кровь не вступает в прямое соприкосновение с клетками организма. Процесс передачи кислорода и питательных веществ из крови в клетки осуществляется в несколько этапов. Первое. Диффузия кислорода и питательных веществ из крови через стенку капилляра в межклеточную жидкость. Второе. Диффузия и активный перенос кислорода из межклеточной жидкости через мембрану клетки. Третье. Перенос кислорода и питательных веществ в самой клетке к местам потребления. Точно так же поэтапно, но в обратном порядке, происходит диффузия и активный перенос шлаков и углекислого газа из клетки в кровь. Замедление поступления пластических материалов, энергетических и минеральных веществ, кислорода, гормонов и ферментов вызывает количественное уменьшение жизненных сил, приводит к рассогласованной деятельности клеток и органов. Это первый фактор. Замедление выделений мочевины, хлористого натрия, воды, кальция, желчи и т.д. приводит к качественным повреждениям, то есть отравлению организма своими же продуктами жизнедеятельности. Это второй фактор. В человеческом организме каждое мгновение отмирает многие миллионы клеток. Эти маленькие микротрупы должны вовремя удаляться и обезвреживаться. Ни в коем случае нигде не скапливаться. Если по какой-либо причине замедляется их выделение и обезвреживание, то при их разложении, а это трупное разложение, образуются очень токсические вещества, протамины. Они проникают в межклеточную жидкость, кровь, лимфу, разносятся по всему организму, вызывая общее утомление, недомогание. Это третий фактор. Если от человека исходит очень неприятный, гнилостный, трупный запах, особенно при разговоре, это означает, что вышеуказанный процесс у него в полном разгаре. Наличие в организме вышеуказанных трех факторов вызывает усталость и называется токсинами усталости по Залманову. Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, вроде бы здоровы, но не очень легко утомляются от простой физической и умственной работы. Чуть потрудившись, они уже отдыхают, подремывают. Так незаметно, скапливаясь в организме, токсины усталости вызывают предрасположение к инфекционным, дегенеративным и раковым заболеваниям. Клетки в застойной внутренней среде переходят на бескислородный способ питания, отрываются от центральных регуляторов и начинают делиться как раковые. В застоявшейся внеклеточной жидкости полно канцерогенов собственного происхождения, которые лишь усугубляют этот процесс. Теперь нам становится ясным, что 35 литров жидкости нашего организма должны постоянно циркулировать по организму, доставляя все необходимое клеткам и удаляя все ненужное. В свою очередь, обслуживающий персонал клеток, печень, легкие, кожа, почки и кишечник должны быть чистыми и здоровыми, чтобы вовремя удалять токсины усталости. И вот тут-то движение, ходьба, бег, гимнастика и так далее позволяют многократно увеличивать циркуляцию жидкости в организме. Во время движения мышцы сокращаются, выдавляя жидкость в кровяное русло, помогают продвижению венозной крови к сердцу, сильно возросшая циркуляция крови, дыхание, окисляют, вымывают и выбрасывают вон токсины усталости. В результате все 200 гектаров живой поверхности могут функционировать на более высоком уровне, повышается качество жизни. В этом плане движению нет равных. Недаром великий физиолог Иван Павлов сказал, движение может заменить почти все лекарства, но никакое лекарство не заменит движение. Вот несколько примеров, которые наглядно проиллюстрируют это положение. Врачам из шведского города Мальмы за полгода спортивных тренировок без применения каких-либо других средств удалось вывести из зоны риска 100 человек, которые проявляли склонность к заболеванию с сахарным диабетом. Диабетикам на заметку. Физические упражнения оказались прекрасным средством для нормализации углеводного обмена. Врач-онколог Ван Аакен наблюдал за полтысячи пожилыми бегунами и полтысячи небегающими людьми того же возраста в течение 6 лет. За это время 29 небегающих заболели раком и большинство из них умерли. Среди бегунов заболели раком только четверо. Профилактический эффект физических упражнений по отношению к раковым заболеваниям можно объяснить улучшением общей циркуляции жидкости, нормализацией кислородного режима, подвода клеткам биорегуляторов гормонов. Все это способствует нормальному течению клеточной жизни и тем самым препятствует возникновению онкозаболевания. Вообще спектр движений настолько широк, а их целительное воздействие так многогранно, что невозможно все описать. Вот еще несколько удивительных примеров. Один человек страдал полиартритом кистей рук. Регулярная игра на фортепиано ежедневно в течение четырех часов сделала пальцы рук здоровыми. Зотов, 1894 года рождения, в 1945 году ушел на пенсию, страдая сердечной недостаточностью, тяжелой контузией позвоночника и многими другими серьезными недугами. Он решил создать себя заново. Преодолевая острую боль в позвоночнике, он путем систематических тренировок научился без всякого напряжения делать на одной ноге по пять тысяч подскоков. Далее начал регулярно бегать, участвовать в соревнованиях, даже марафонских. На традиционном пробеге по трассе Пушкин-Ленинград в 1978 году он завоевал свою пятую золотую медаль. Всем известен подвиг Валентина Дикуля. С помощью физических упражнений, работы с отягощениями он восстановил травмированный позвоночник, превратился в чудо-богатыря, демонстрируя уникальные силовые трюки. Чемпион мира по прыжкам в высоту Валерий Брумель в результате мотоциклетной аварии раздробил себе ногу и по единодушному убеждению врачей мог в дальнейшем ходить только с помощью костылей. Однако он не только восстановил себя, но и вернулся к прыжкам, хотя и без рекордного уровня. Луи Пастер получил в результате длительной напряженной умственной работы кровоизлияния в мозг. Но не прекратил активной научной деятельности, сочетая ее со строгим режимом регулярных физических упражнений, которыми ранее не занимался. В результате он прожил еще 30 лет и именно в эти годы сделал свои наиболее значительные открытия по бактериологии. На патологоанатомическом вскрытии выяснилось, что после кровоизлияния и до самой смерти у Луи Пастера нормально работало только одно полушарие. Другой удивительный пример жизни Никулина. Вот что он рассказывал сам о себе. Ни моя мать, ни отец, ни другие близкие родственники не отличались долголетием. А мне вот уже 90 лет. И как видите, я достаточно бодр, продолжаю работать, сохранил свежесть творческой мысли. Это я объясняю исключительно тем, что 50 лет назад окончательно понял, нельзя жить самотеком, лениться, не заниматься физкультурой и спортом, переедать, употреблять спиртное и курить. Я стал последовательно соблюдать эти принципы, а затем заинтересовался проблемой повышения жизнеспособности организма и как ученый, и как инженер-конструктор. Космонавт Береговой совершил 95-часовой полет, несмотря на то, что ему было почти 50 лет. По параметрам здоровья он не годился в космонавты, но стал им. Вот что он рассказывает о себе. Я давно догадался, что человек по своей натуре немного лентяй. Подсознательно он всякий раз стремится делать не то, что нужно, а то, что хочется. Я сказал себе, нужно догнать тех, кто моложе лет на 10 с гаком и всесторонне подготовить себя физически. Еще я сказал себе, что мне это хочется. Каждый день, каждую минуту, всегда. В течение 6 месяцев я упорно ввел поединок с прежним образом жизни и с собственным возрастом. Через полгода врачи сказали мне, что даже они, врачи, никак не ожидали, что спорт и физкультура в моем возрасте могут дать такие великолепные результаты. И, наконец, последний пример, рассказанный корреспонденту советского спорта, ученым-секретарем Института геронтологии Константином Саркисовым. Я однажды на конгрессе встретил американца, работника ООН, 52 года, поджарый мужчина-мальчик. Выглядит почти на все 52. Но как выглядит, спрашиваю? Отвечаю. У меня, говорит, пятеро детей, но не это главное, а главное то, что пять раз в неделю я по два часа занимаюсь в спорткомплексе с индивидуальным тренером. Стоимость занятий 75 долларов. Две трети оплачивает ООН, потому как я должен быть готов в любую минуту выехать по ее заданию в любую точку мира, в любые условия и быть там в форме, чтобы продуктивно работать. Вывод. Чтобы продуктивно работать и просто нормально жить, нам необходимо постоянно двигаться. Ходьба. Ходьба наиболее простое и доступное средство, приемлемое для людей всех возрастов. Процент травм во время ходьбы наименьший по сравнению с более интенсивными видами движения, а удовольствия не меньше. Ходить надо интенсивно, но по самочувствию. Добиваться легкой испарины и поддерживать ее процессы ходьбы. Это признак того, что вы вышли на режим эффективного энергонабора и активизации биосинтеза. Возросший кругоборот жидкости и дыхания позволит вам эффективно удалять шлаки усталости из организма, оздоравливать в неклеточную среду. Помните, час ходьбы приносит лучшие результаты, чем 15 минут бега. Недаром Поль Брех считал ходьбу королем среди упражнений и советовал. Начал с малого ежедневно проходить от 5 до 8 километров. Но это чуть больше часа ходьбы. И быть способным удвоить это расстояние. Никакие внешние обстоятельства не должны помешать ежедневным прогулкам в быстром темпе. Путешествуя по миру с лекционным турне, сам Брех предпринимал позднюю вечернюю прогулку по коридорам и лестницам отеля, где жил. Во время ходьбы наблюдается несколько специфических воздействий. От мышечных сокращений до инерционных усилий жидкости, пищи, каловых масс и так далее. Разберем вначале роль мышечных сокращений. При движении по капиллярам венозная кровь теряет почти все давление, возникающее от сердечных сокращений. На движении крови по венам эффективно влияет подсос, возникающий при движении диафрагмы, так называемого венозного сердца, во время дыхания. Но этого оказывается весьма мало для того, чтобы поднимать кровь вверх против силы тяжести. Поэтому природа создала на внутренних поверхностях вен от пальцев до плеча рук и от пальцев ног до бедра через промежутки около 4 см особые клапаны-карманы. Смотрите рисунки. Эти клапаны позволяют пропускать кровь только в одном направлении, вверх к сердцу. Их 22 на венах ног и 17 на руках. При каждом сокращении мышц ног или рук, возникающем при ходьбе, вены сжимаются от мышечного сокращения и кровь проталкивается вверх. При расслаблении кровь под действием силы тяжести устремляется вниз, но полулунные клапаны, клапаны-карманы, закрываются и не дают ей течь вниз. Вот так действует мышечный насос, проталкивающий кровь к сердцу и помогающий второму венозному сердцу диафрагме. Теперь разберем роль инерционных усилий. Эти усилия хорошо иллюстрируются открыванием бутылки. Пробку можно выбить ударом днища бутылки о землю. Это явление объясняется тем, что количество движения равно произведению массы жидкости на ее скорость. Направлено первоначально в сторону земли, но встретив сопротивление, оно меняет свой знак, то есть направление, и устремляется в обратную сторону, вышибает пробку. Это происходит и при ходьбе, еще сильнее при беге, свинозной кровью. Опоры для крови в этом случае служат полулунные клапаны. Не даром их так много в конечностях рук и ног. Эти же инерционные усилия позволяют взбалтывать пищу в желудке и кишечнике, желчь в желчном пузыре, не давая ей сгущаться и выпадать в осадок. Ритмическое надавливание пищевых и каловых масс на стенки кишечника рефлекторно возбуждает их и вызывает сокращение, в результате которого продвижение их идет нормально. Внутренние органы, печень, почки, мочевой пузырь, желчный пузырь, поджелудочная железа. Короче, все содержимое брюшной полости во время интенсивной ходьбы встряхивается, дребезжит, промывается кровью и насыщается энергией. Токсины усталости активно удаляются и человек после хорошей прогулки ощущает здоровье и умиротворение во всем теле. Инерционные усилия играют громадную роль в массаже межпозвоночных дисков, связок и всей соединительной ткани. Никакой массаж не оздоравливает так межпозвоночные диски, как ходьба и бег. Ритмические сжатия и расслабление позволяют питать пульпозное ядро, хрящевую ткань и сухожильные связки позвоночника. Ведь недостаток движения приводит к тому, что нет достаточного массажа вышеперечисленным тканям организма. Поэтому они от зашлакованности и плохого питания постепенно, но верно, деревенеют, перестают полноценно осуществлять свои функции, сжимаются, стягиваются. Короче, функции межпозвоночных дисков, да и всего рессорного аппарата позвоночника, утрачиваются согласно закону свертывания функций. Отсюда радикулитные боли, тугоподвижность суставов. Люди, которым трудно на первых порах ходить в быстром темпе, могут делать простые упражнения. Подняться на носках так, чтобы пятки, каблуки, оторвались от пола на сантиметр и резко опуститься на пол. Вы ощутите удар, сотрясение, возникшее при этом инерционное усилие вызовет весь ряд вышеописанных эффектов. Такое сотрясение тела нужно делать не чаще одного раза в секунду. Слишком частые сотрясения не позволяют скапливаться достаточному количеству крови в межклапанных пространствах вен и поэтому малоэффективны с целью прокачки крови. Слишком высокое отрывание пяток от пола может вызвать нежелательный эффект на позвоночные диски, особенно травмированные. Такую виброгимнастику делайте от трех до пяти раз в день по одной минуте, то есть 60 сотрясений. Слабым больным лицам после 30 сотрясений сделать отдых 5-10 минут, а затем остальные 30. Виброгимнастика весьма полезна для лиц, ведущих преимущественно сидячий образ жизни, помогает предупредить ряд болезней внутренних органов от тромбофлебита до инфаркта. Постановка при ходьбе пяток жестко на землю способствует проявлению эффекта инерционных усилий. По мере удаления шлаков из организма, обновления тканей, вам захочется двигаться быстрее и вы перейдете на бег. Пример Кравцова поможет вам поверить в силу простых упражнений. 10 лет назад со мной случился первый сердечный приступ, после которого я 7 лет не мог оклематься. Не однажды прощался я с жизнью, сделал столько уколов, по 20 дней лежал в больницах. Три года назад он решил заняться собственным здоровьем. Вот что он говорит. Будучи еще в больнице, начал ходить, постепенно наращивая темп и продолжительность, с постоянным контролем пульса и дыхания. После 25 дней я, ко всеобщей радости врачей, выписался на свободу, будучи вполне в удовлетворительном состоянии. С этого момента и началась моя настоящая борьба с самим собой, со своими вредными привычками. А их было много. Любовь к обильной пище и желание дольше поспать и смотреть телевизор по 4-5 часов подряд. Продолжая наращивать темп и продолжительность бега трусцой, я анализировал не только результаты своих тренировок, но и разрабатывал свою систему оздоровления. Бегал только утром, не менее 2 километров, с перерывом на 1-2 минуты через каждые 300-350 метров. В любую погоду. За 3 года я усвоил основательно. К здоровью надо идти медленно, постепенно, но постоянно. За 3 года я ни разу не почувствовал себя плохо до такой степени, чтобы меня на носилках унесли в реанимационное отделение. Улучшился обмен веществ. Кожа приобрела эластичность. Перестала ухудшаться зрение. А на такие мелочи, как прекращение выпадения волос на голове, отсутствие всяких ОРЗ, их вовсе внимания не обращают. Сердце сейчас у меня работает нормально. Пульс спокой 68-72 удара в минуту. Давление 120 на 80. Исчезли аритмия и тахикардия. Отдышки нет. Частые боли в сердце почти исчезли. Приступы стенокардии больше не беспокоят. Мне уже 61 год, но я также бодр и здоров, полон сил и энергии. Не гонитесь за призначным счастьем быстрого оздоровления без труда. Будьте терпеливы и трудолюбивы в своем стремлении выздороветь. И вы получите самое большое счастье в нашей жизни – здоровье. Бех. Обыкновенный бег оказывает еще больше влияния на наш организм, нежели ходьба. Намного возрастает кровоток, отсюда и энергонабор из окружающей среды. Дыхание, отсюда удаление шлака, капитально промывается все тело чистой кровью. А инерционные усилия достигают гораздо больших величин, чем при ходьбе. Если бег достаточно длителен, то возникает дыхательный ацидоз. Отсюда улучшается биосинтез в клетках. Многократно возрастает оздоровительный эффект, который был давным-давно подмечен людьми. Из древней Эллады до нас дошли прекрасные слова, высеченные на камне. Если хочешь быть сильным – бегай. Хочешь быть красивым – бегай. Хочешь быть умным – бегай. Давайте подробнее познакомься с эффектами, возникающими от беговой нагрузки. Влияние бега на эндокринную и нервную системы очевидны. Бег позволяет наладить ритмическую работу указанных систем. Чтобы дать нагрузку на эти системы, необходима длительная, циклическая, антигравитационная работа. Длительный, неторопливый бег идеально подходит для этого. Мы знаем, что большинство кровеносных сосудов в теле расположены вертикально, а капиллярный кровоток покоя на 1 квадратном миллиметре поперечного сечения мышц открыт приблизительно на 30-80 капилляров. Во время бега, когда человек постоянно преодолевает земную гравитацию, подскакивая и опускаясь в вертикальном положении, кровоток в сосудах также раскачивается, входит в резонанс с бегом. При этом постепенно открываются ранее спавшие капилляры. Число открытых капилляров уже может достигать 2500. Такая микроциркуляция активизирует деятельность органов внутренней секреции. Поток гормонов возрастает и теперь уже способен доходить до самых отдаленных клеточек и налаживать их работу, координировать деятельность систем. В итоге это приводит к тому, что деятельность всех систем организма становится более слаженной и сбалансированной. Как правило, после длительного бега, то есть 30 более минут, возникает ощущение счастья, эйфории. Это результат усиленной работы гипофиза, который вырабатывает особые гормоны эндорфины. При равных дозах они в 200 раз эффективнее морфия. Эндорфины вызывают естественное ощущение блаженства, оказывают противоболевой эффект и продолжают свое действие в течение 30 минут-1 часа после бега. Существует специальная методика по усиленной выработке эндорфинов. Так, предельная физическая нагрузка в течение 12-15 минут повышает уровень эндорфинов с 320 единиц до 1650. Особенно хорошо этот эффект наблюдается у высокотренированных лиц. Хорошо вызывает эйфорию пробегания 5 километров со скоростью 5-6 минут на 1 километр. Таким образом, бег – прекрасное средство против депрессии. В процессе беговых тренировок уменьшается количество сердечных сокращений. Сердце становится мощнее и работает более экономно. Гормоны надпочечников, вырабатывающиеся в процессе физической нагрузки, благотворно действуют на сердце. В результате человек с редким пульсом гораздо легче контролирует свои эмоции. И повышенные порции адреналина не оказывают вредных влияний на его организм, как это происходит у малоподвижных лиц. Бегать можно в любое время дня. Так по утрам, когда в крови повышенное количество гормонов, бег будет естественным средством для разрядки излишка гормонов, что поможет организму вернуться к гормонии. Если бежать после трудового дня вечером, то этим вы снимете напряжение, расслабитесь, подзарядитесь энергией, подавите излишний аппетит и заснете прекрасным сном. В связи с тем, что при длительном ритмическом беге пульс становится 120-130 ударов в минуту, и периферические кровеносные сосуды расширяются, снижается их сопротивление, что ведет к понижению кровяного давления. При пониженном, оно наоборот поднимается, таким образом, бег – прекрасный нормализатор артериального давления. Бег способствует нормализации кислотности желудочного сока. Так, при пониженной секреции желудочного сока, перед бегом выпейте стакан структурированной или амагниченной воды. Это усилит секреторную функцию желудка. Бегайте не менее 30 минут, но не более часа. Более длительный бег, по законам распределения энергетики, может подавить и без того слабую секрецию. Когда секреция повышена или нормальная, можно перед бегом выпить стакан овсянки или геркулеса для нейтрализации повышенной кислотности. При этом можно бегать гораздо дольше, до двух часов. Если кратко суммировать целебное воздействие бега, то он особенно эффективен при гипертонии и гипотонии, вегетососудистой дистонии, стенокардии, ишемической болезни сердца, ревматизме, недостаточности митрального клапана сердца, остеохондрозе, язвенной болезни желудка. Помимо этого, бег тормозит процессы старения, ибо активирует внутриклеточный биосинтез, нормализует деятельность центральной нервной системы, то есть процессы возбуждения и торможения, активизирует и регулирует деятельность эндокринных желез, укрепляет иммунную систему, повышает защитные силы организма, заряжает организм энергией и прекрасно помогает бороться против чрезмерного и неконтролируемого употребления пищи. Так, если у вас к вечеру наблюдается это явление, то вы легко можете предупредить его, сделав легкую пробежку от 20 до 40 и более минут. Аппетит снимается на 1-2 часа, и вас легко удовлетворит небольшой прием пищи. В результате активизации организма, насыщение его энергией, возрастает творческий потенциал, особенно в процессе самого бега. Как правило, во время бега в голову приходят самые ценные мысли. Вот как это описывает Юрий Андреев. При беге мысль работает очень легко, голова полна идей. Поэтому, еще до старта, я определяю творческое задание, просматриваю соответствующую литературу, а во время бега все продумываю, нахожу формулировки, аргументации, последовательность изложения. К концу забега статья или глава для книги готова, ее остается только записать. Вы можете бегать с маленьким диктофоном и сразу же записывать уникальнейшие мысли, считанные с информационного поля. Очень часто бывает так, то, что было ясно и понятно во время бега, стирается или теряет остроту впоследствии, ибо нет той энергетики, которую давал бег, которая проясняет все. Вариантов бега бесчисленное количество. Например, вот что вспоминает о беге Порфирий Иванова Хващевский. Кстати, о беге Иванова. Он был необычен и своеобразен. После нескольких шагов неторопливой трусцы следовал взрывной, полный напряжением всего тела, бег с прямыми вытянутыми руками и ногами. Итак, метров 40-50. Потом вновь расслабленный бег. И так до 4-5 раз. Подобный бег Иванов считал полезным для тех, кто занимается умственным трудом и ведет сидячий образ жизни. Он рекомендует применять такой бег 2-3 раза в день. Очень эффективен такой бег перед обливанием или моржеванием в зимних условиях. Происходит быстрый разогрев организма при любом морозе. Была у Иванова и вариация бега для укрепления шейных позвонков и спины. Это бег с откинутой назад головой и с заложенными в виде крыльев за спиной руками при полном напряжении всего тела. Был и бег успокаивающий, неторопливый, как бы в замедленном темпе, с зависанием в воздухе и плавными на полной амплитуде взмахами рук вперед-назад, подобно крыльям птицы. Мне не однажды приходилось наблюдать за Порфиром Корнеевичем в беге, и мне казалось, что он мог придумывать его варианты бесконечно. Комментарии к бегу Иванова. Максимальное напряжение тела в процессе бега служит для того, чтобы активизировать рецепторный аппарат организма, снять и поставить в акупунктурную систему как можно больше свободных электронов. В беге предварительно идет разогрев, открытие пор кожи, выступление испарины. Все это ведет к активации поглощения свободных электронов. Напряжение способствует снятию и проведению их внутрь. Попробуйте и убедитесь сами. Карлос Кастанеда описывает особый бег силы, которому научил его учитель. Для этого спина должна быть ровной, а туловище слегка наклонено вперед, колени подогнуты. Во время самого бега колени поднимаются почти к самой груди. При таком беге шаг получается мелкий, осторожный, что позволяет бежать даже ночью с высокой скоростью и не бояться падения. В результате такого бега человек работает как динамо-машина, сильно вырабатывает энергию и протряхивает весь организм. Весьма эффективное сочетание бега с различными мыслительными представлениями, медитативный бег и другие его разновидности. Вот некоторые. Прокачка энергии во время бега. Для этого надо вообразить себе, что при вдохе впитываешь через какую-нибудь часть тела, например, макушку, нос, ладони, подошвы ног и так далее, из воздуха целительную энергию. При выдохе мысленно направлять ее в больное или слабое место. При глубоком вхождении в образ можно довести себя до такого состояния, что физически ощущать, как энергия входит в тело и затем мощной струей устремляется к выбранному месту. В этом месте начинается разливаться тепло и ощущаться пульсирование крови. Например, Иванов применял бег с ощущением давления воздуха сверху на голову. При этом он настолько входил в образ, что от одного этого наедался воздухом, что он и применял при голоданиях. Откачка метаболитов. Если какой-то орган у вас не в порядке, например, печень, то во время бега вы представляете, что при вдохе вы высасываете из больного органа печени все токсины усталости, шлаки, болезнетворную энергию в виде черноты, ну, например, черного дыма. А во время выдоха вы бросаете ее, вот черное облако, из организма вместе с воздухом. Когда вы почувствуете, что достаточно очистили орган, ну, печень в данном случае, то поступаете наоборот. Во время вдоха представляете, что наполняетесь ослепительно белой или желтоватой солнечного цвета энергией, а на выдохе ее сгущаете и посылаете в больной орган, в данном случае в печень. В конце занятий бегом вы можете около 2-2,5 километров пробежать с максимальной скоростью, представляя себя выпущенной из лука стрелой. Это очень полезно для усиленного набора эндорфинов и создания положительного настроя. После любого быстрого бега необходимо пробежать еще 1-1,5 километра в медленном темпе. При этом все тело расслабьте, пусть руки болтаются, как плети. У многих людей в начале беговых занятий наблюдается сильно зажатость и скованность. С этим можно бороться, если во время бега следить за тем, что только позвоночный столб напряжен, ровен как палка, а все остальное, надето на него, легко и свободно болтается. Можно следить за расслаблением пальцев рук, затем кистей, далее предплечий. Так вы расслабите руки, затем переходите к мышцам лица, а после этого расслабляйте ягодицы и ноги от бедра до голени. Во время бега можно твердить разнообразные установки. Например, я здоров, я полон сил, мой бег легок и приносит мне радость. И множество-множество других. Например, сам автор придерживался такой формулировки. А я такой молодой, Господь в груди, Господь со мной. При этом мысленно представляя лик Господа в области сердца. Такая формулировка произносится про себя нараспев, желательно даже в ритм дыхания. Колоссальное значение во время бега имеет взгляд. Если смотреть несколько выше горизонта, то постепенно возникает такое ощущение, что вы парите в воздухе, медленно поднимаетесь вверх. Если смотреть перед собой в землю, бежать будет труднее. Взгляд помимо вас или опускает энергию вашего тела вниз или поднимает вверх. Вот откуда возникают эти эффекты. Если смотреть прямо перед собой, возникает эффект втягивания в трубу. Попробуйте и убедитесь сами. Бег и возрождение сердца. На примере народной целительницы Надежды Алексеевны Семеновой разберем, как можно восстанавливать свое сердце с помощью бега. Причины, вызывающие ревматизм, связаны с малоподвижным образом жизни и обильным потреблением белковых продуктов, особенно молочного происхождения. Если к тому же человек по своей индивидуальной конституции ветер, то есть маленький, худенький, со слабым пищеварением, то у него белок при таком образе жизни не окисляется до стадии мочевины, которая легко выводится из организма, а застреет на стадии мочевой кислоты, которая в медицине известна под названием СРБ, реактивный белок. Мочевая кислота трудно выводится из организма и откладывается в виде кристаллов. Такие кристаллы, откладываясь в мышцах и связках, вызывают ревматизм, который, прогрессируя, приводит человека к болезни Бехтерева. Тело деревенеет. Если такие кристаллы откладываются в мышцы сердца и его клапанах, это вызывает ревмокардит, который по мере прогрессирования переходит в порог сердца. Надежда Алексеевна родилась в семье пастуха. Молоко коровы постоянно присутствовало в пище. В результате порочного питания она за 14 лет переболела всеми мыслимыми болезнями, а в 14, после тяжелейшей ангины с пневмонией, врачи поставили диагноз ревмокардит. В 15 лет добавилась болезнь Боткина, в 32 года операция, в 39 лет гипотония и вегетососудистая дистония, боли в сердце, страшные боли вдоль позвоночника. В конце концов, в Ростовской консультационной больнице был поставлен очередной диагноз. Порог метрального клапана сердца и начальная стадия болезни Бехтерева. Постоянно крутила ноги, болела голова, при резких подъемах и наклонах черные мухи в глазах, головокружение. Когда она узнала из работ Зихфрихта-Мюллера «Диетический метод лечения Шрота» о том, что можно вывести мочевую кислоту, она мобилизовала свою волю на борьбу с ревматизмом. Вот как она рассказывает об этом. Раньше мне было больно кашлять и смеяться. Отошло все. Ревмопроба стала показывать уменьшение С-реактивного белка в крови. Если в 1980 году было три креста, то уже через год два креста. Еще через год один крест. А в 1983 году я получил возможность стать участницей международного марафона мира на Олимпийской трассе в Москве. Когда я выводила мочевую кислоту из сердца, я представляла, что мое сердце нашпиговано как булочка изюмом кристаллами мочевой кислоты. Именно так они описаны в вышеуказанной работе. Если сразу же вывести из сердца мочевую кислоту, то мышца сердца станет дряблой. Значит ее надо тренировать. Вот поэтому я стала заниматься бегом. Когда я излечилась, пришла к врачу за допуском, случайно подменявший ее ревматолог не поверила, что это исцеление и восстание из пепла. Она тщательно стала проверять давление, просмотрела все мои данные. В этот день шел сильный ливень. Раньше я такую погоду чувствовала с затылком, а теперь мой барометр не работал. Врач спросила, как вам в 43 года удалось сохранить такое прекрасное сердце? Я отвечаю, доктор, я не сохранила. Я создала его заново. Я бывший ревматик. Но врач отрезал. Бывших ревматиков не бывает. Ревматизм неизлечим. Но доктор, я же стою перед вами. Возможно доктор и прав. Обычными лекарственными методами ревматизм изучить нельзя. А вот естественно другое дело. Можно. В дополнение к бегу Семенова, применяла малобелковую диету. Исключила все молочные продукты. И употребляла мумио для укрепления сердечной мышцы. Мумио она применяла так. Сколько вам лет, столько надо принимать грамму. Если вам 30 лет, надо принимать 30 граммов. 2 грамма надо скушать за 10 дней. В течение дня мумио потребляется в сухом виде. 100 миллиграммов примерно катушек со спичечной головки. Утром за час до еды. И столько же вечером через 2 часа после еды. После 10 дней приема 5 дней перерыв. И так еще 2 раза по 10 дней с перерывом 5 дней. Так заканчивается один цикл. 10 дней приема 5 перерыв. 10 дней приема 5 перерыв. 10 дней приема. И делается перерыв на 4 недели. Далее циклы повторяются. Пока не используется необходимое количество мумио. Количество граммов равное количеству прожитых лет. Бег и очищение желчного пузыря. Во время бега, достаточно длительного и регулярно выполняемого, в желчном пузыре возникают сильные инерционные усилия. Если в нем находятся твердые камушки, то во время бега они бьются друг о друга, как мелочь в кармане. Дробятся и могут легко выводиться через желчный проток. Чтобы усилить изгнание камушков, автор разработал такую методику. Ежедневно бег в течение 30-60 минут. Продолжение 3-6 недель. И еженедельно проводится 36-часовое голодание. Голодайте так. Ночь спите 12 часов. День 12 часов. Утром пробежка, как обычно. Ночь 12 часов спите. И на следующий день утром снова, как обычно, бег. В дни голода пьете только намагниченную воду или урину. 36-часовое голодание ничуть не уменьшает энергию, а наоборот придает. После бега сразу же идете в баню и хорошенько паритесь по самочувствию. Главное не переусердствовать, а почувствовать сильное расслабление всего тела и стома. Вернувшись из бани домой, вы первым делом выпиваете от 0,5 до 0,7 литра свежеприготовленного сока. Примерно от 50 до 100 граммов свекольного, а остальное яблочный. Смотрите по самочувствию. Начните лучше с 2 столовых ложек свекольного сока на 500 грамм яблочного сока. А затем едите, как обычно, салат или тушеные овощи, кашу или проросшее зерно. Ударная доза сока, особенно свекольного, прекрасно промывает и очищает протоки печени и желчный пузырь. Вызывает послабление. Кислый вкус яблочного сока дает печени и желчному пузырю дополнительную энергию и жидкость для промывания желчных протоков. В итоге у вас обязательно будет послабление. В жидком стуле вы увидите твердые камушки типа мелких голышей самого разнообразного цвета. Так продолжайте от 3 до 6 недель. Если у вас имеются боли в правой стороне под лопаткой, пройдут. Именно туда сигналят твердые камушки желчного пузыря. Прекращение этих болей укажет на очищение желчного пузыря. Через год это можно повторить. Вообще в результате инерционных усилий, взбалтывания желчи, желчный пузырь будет работать гораздо лучше и полностью восстановить свои функции. Больным желчно-каменной болезнью на заметку. Бег и развитие духовных способностей. Знаменитый духовный наставник современности Шри Чинмой, среди учеников которого 4-х кратный олимпийский чемпион Сеула Карл Льюис, сильнейший сверхмарафонец планеты Янис Курас, говорит, что искусство бега сравнимо с усилиями человека, направленными на постоянный внутренний рост и развитие. Наша цель заключается в том, чтобы все время идти дальше, дальше и дальше. Наши возможности безграничны, поскольку внутри нас бесконечное божественное начало. Так говорит Чинмой. Разнообразные препятствия, возникающие во время бега в самом человеке, являются прекрасной основой для внутреннего роста, развития волевых качеств. Например, на первых порах это заключается в преодолении собственной лени. Потихоньку человек втягивается в беговые занятия, ощущает явные положительные сдвиги в здоровье. На начальном этапе каждого бега преодолеваются различные неприятные ощущения, типа тяжести, усталости. Далее, по мере тренированности, они проходят. Но могут возникать другие болевые ощущения в местах энергетических пробок. Чаще всего это бывает в области печени и селезенки, что указывает на их зашлакованность. Для преодоления этого препятствия вам придется применять методику откачки метаболитов, а затем прокачку энергии, либо что-то подобное. Это не что иное, как другой род внутренних усилий. Чем выше темп бега, тем сильнее нарастают негативные ощущения усталости, нехватки воздуха. Вы учитесь преодолевать их. И, наконец, когда организм полностью очищается от шлаков, создается идеальная внутренняя среда, насыщенная микроскопическими электрическими контактами. Энергия достигает мест потребления легко и свободно. Разблокирован биосинтез клеток из углекислого газа и азота. Бежать становится легко и приятно. Вы чувствуете, как кровь прокачивается по всему телу, а энергия буквально вдавливается в вас через кожу, особенно через макушку головы. Тело чистое и прозрачно. Растворяется в окружающем воздухе, который из колючего, холодного, особенно зимой, превращается в ласковый и теплый. Приходит ощущение легкости, небывалого счастья, беспредельных возможностей и всезнания. У некоторых над головой может появиться какой-нибудь знак. Например, у самого автора, то есть у меня, летящая серебристая птица. Подобно переживали и другие. Например, 24-летняя москвичка Галина Власова, пробежавшая за 12 часов свыше 117 километров, говорит. Во время бега я ощущала удивительную легкость и колоссальный душевный подъем. И еще нечто, что трудно выразить словами. Во время длительного ритмического бега реализуется очень интересная закономерность. Предел динамики порождает статику. Янь переходит в инь. Мышечные усилия человека через определенное время приводят к внутреннему покою, который в свою очередь вызывает транс. Бежать в таком трансе становится настолько легко и приятно, что не хочется прекращать бег. В сидячей медитации происходит наоборот. Внешнее успокоение приводит к внутренней работе. Инь переходит в янь. Начинает усиленно циркулировать по телу энергия. А тело в таком движении начинает потихонечку раскачиваться. Снова начинается транс. Хочется без конца продолжать медитацию. Чтобы дополнить рассказ о медитативном беге, приведем образ жизни ученицы Шри Чин Моя, швейцарки Хелены. Ее возраст 51 год. Рост 168 см. Вес 50 кг. Род занятий. Хозяйка вегетарианского ресторана. Питается она натуральными продуктами. В основном овощами, фруктами, злаками. Спитана только 4 часа в сутки. С 1 до 5 часов. Затем час медитации. А в 6 часов утра она выходит на тренировку и бегает не менее 4 часов. В 11 начинается ее работа в ресторане. Здесь она не только отдает распоряжение поварам и официантам, но и многое делает сама. Например, моет посуду. В течение 6 дней она пробегает ежедневно от 30 до 42 километров. На 7 день она устраивает себе сверхмарафонский пробег. Например, на 100 километров вокруг Цюрихского озера. Как утверждает Хелена, бег сразу же позволил ей почувствовать себя единой с природой. Затем постепенно раскрылся внутренний мир бега. Развелось терпение. А затем уже способность постоянно испытывать радость и покой. После трудового дня в ресторане и офисе она в полночь обязательно медитирует и в один час ложится спать. А в 5 часов все начинается сначала. В заключении о беге. В бескрайной теме можно добавить следующее. Если во время бега манипулировать своим дыханием, то оно становится великолепным средством по накапливанию углекислоты и запуску биосинтеза клеток из углекислого газа и азота. Недаром сам Бутейко рекомендует бег по лестнице или в гору с задержкой дыхания. В результате такого бега происходит быстрое накопление углекислоты. Активизируются метаболические процессы. Возбуждается внутренний рецептор и как следствие лавинообразное поступление свободных электронов в акупунктурную систему, что приводит к разогреву организма, насыщению его энергией и общему оздоровлению. Вообще во время бега рекомендуется вдох делать короче выдоха. Такой ритм дыхания через нос должен соблюдаться без всяких усилий. Бывают обстоятельства, когда негде бегать. Не надо сетовать на это. Выполняйте бег на месте, как это делал Поль Брех в хвосте самолета во время длительных перелетов. Необычайно эффективный бег описан в первом томе на носках. Туловище слегка наклонено вперед, а пятками шлепаете себя по ягодицам. От такого бега возникают сильнейшие инерционные усилия во всем теле, но особенно сильные в прямой кишке. Если вы ходите в туалет с трудом, то такой бег вам очень поможет. Он буквально протряхнет весь организм. Если во время этого бега задержать дыхание на небольшом выдохе, то эффект будет еще сильнее. Начинать практиковать такой бег надо постепенно с 15 секунд и довести до 10, а то и 15 и более минут. Другая разновидность бега на месте – бег с высоко поднятыми коленями. По эффективности он ничуть не уступает предыдущему. В заключении хочется сказать слова-пословица «Если не хочешь бегать, пока здоров, будешь бегать, когда заболеешь». Гимнастические упражнения – атлетическая тренировка. Мир движения безграничен. Ритуальные танцы являются первыми прообразами гимнастических упражнений. Первобытные люди с их помощью совершенствовали свои двигательные возможности, позволявшие им успешно противостоять натискам стихии. Далее, особенно в Древней Греции, физические упражнения были возведены в культ. С их помощью совершенствовали свое тело, делая его пропорциональным, гибким, быстрым и сильным. Современная аэробика, дитя танца – тоже движений. И гимнастических упражнений. Комплексы специально подобранных упражнений, их великое множество в любой спортивной литературе, позволяют объединить полезное воздействие от упражнений циклического характера на выносливость с упражнениями на гибкость, координацию и силу. Влияние музыкального ритма, эмоции делает такую тренировку еще более увлекательной. И человек получает прекрасную нагрузку, как бы между прочим. Так как упражнения воздействуют поочередно на различные мышечные группы, то происходит промывка крови у всего тела. Особенно подходят эти упражнения для женщин, молодежи и пожилых людей. Для себя отметим, что в этих упражнениях реализуются эффекты промывки кровью организма, инерционные усилия, развитие гибкости, умеренный ацидоз, высокая эмоциональная насыщенность. Различные упражнения, выполняемые с внешним отягощением, носят название атлетической или культуристической бодибилдеровской тренировки. При сильных мышечных напряжениях происходит разрушение протоплазмы клеток, расход внутриклеточных материалов, что в итоге сильно активизирует биосинтетические процессы. При мышечном сокращении с достаточно сильным усилием происходит лучший обмен внеклеточной жидкости с кровью. Очень сильно возрастает кровоток в работающих мышцах, что позволяет быстро восстанавливать травмированные связки мышцы. Особенно следует подчеркнуть, что никакие другие методы не могут сравниться с увеличением кровотока при работе с отягощениями. Причем мощный кровоток можно создавать изолированно в различных мышечных группах, добиваясь целенаправленного воздействия. Длительная и достаточно интенсивная тренировка с отягощениями также способствует выработке эндорфинов, что подчеркивают многие ведущие культуристы. Недостаток тренировки с отягощениями в том, что они дают мало инерционных усилий, в результате чего нет вибрационного воздействия на организм. В целом это очень сильное средство для восстановления организма, улучшения биосинтеза и повышения энергетики. Каждый из нас наверняка знаком с примерами исцеления людей от тяжелейших недугов с помощью атлетических упражнений. Вот один из таких примеров. Анатолий Семенович Алексейцев сотворил себя заново. Двухлетним малышом он получил травму в области поясничного отдела позвоночника. Его ударил ногой разъяренный фашист. После войны врачи поставили диагноз «Активный процесс туберкулеза правого легкого и позвоночника». Затем гипс от шеи до пяток, постоянные боли в спине и полная неподвижность. Через 8 лет врачи помогли подняться, но Анатолий Алексейцев был обречен всю жизнь носить специальный корсет из кожи и металла и передвигаться на костылях. В 1961 году по совету одного спортсмена он начал заниматься с отягощениями, поверив в эти занятия. Сначала крохотными дозами, затем все больше и больше увеличивал нагрузку. Постепенно тело окрепло, был выброшен корсет и костыли. Быстро идет рассказ, но много усилий, пота, воли надо потратить на этот подвиг. Постепенно выработался могучий торс и Анатолий даже начал выступать на соревнованиях по тяжелой атлетике. Выполнил норму кандидата в мастера спорта. Сейчас это красивый человек, имеет семью, живет полноценной жизнью. А вот рассказ Владимира Фокина о самом себе. Мне 60, работаю слесарем, 16 лет занимаюсь штангой, легкой атлетикой, волейболом. И всегда слыл чемпионом по обжорству. После тренировки мог выпить 20 стаканов молока и съесть 10 порций второго. В 1965 году весил аж 98 килограммов. О каком здоровье могла идти речь? Но я взял себя в руки и резко ограничил количество пищи. В настоящее время при весе 70 килограммов мое меню состоит из вегетарианских продуктов. В основном свекла, морковь, капуста. Хлеба в сутки съедаю всего 50 граммов и обязательно подсушенным. Сахар и соль не употребляю. Из жиров только растительное масло. Ем 2 раза в день. Завтрак 13.30. Он состоит из винегрета с хлебом. Встаю же в 4 утра и еще зарабатываю этот завтрак. Ужин после 7. Орехи со свеклой, капустой или морковкой. Перед сном примерно в 23.00 пью чай из мяты со столовой ложкой меда. Воду пью только родниковую. При этом моя двигательная активность возросла. Ежедневно 2 часа уделяю хатха-юге, 1 час атлетизму. И все это при продолжительности места около 3 часов в сутки. И никакого насилия над собой. Даже во время профилактических голоданий. Физические упражнения оказались весьма эффективным средством борьбы с диабетом. Так исследования проведенные в США на 90 тысячах женщин показали, что физические упражнения являются более эффективным методом профилактики диабета в пожилом возрасте, чем снижение веса, как считалось ранее. Исследования выявили, что женщины, интенсивно выполняющие физические упражнения хотя бы раз в неделю, в 2-3 раза реже болеет инсулин независимым диабетом, то есть диабетом второго типа, чем лица, которые этим не занимаются. Механизм действия высокой физической нагрузки таков. Углеводы по своей природе полисахариды. Попадая в организм, они расщепляются до моносахаров, глюкозы, фруктозы и так далее. Моносахара вступают в сложный клеточный обмен. Но для того, чтобы моноуглевод вошел в обмен, он обязательно должен быть фосфолирирован. К первому и шестому углеродному атому должны присоединиться частички фосфора. Или атомы фосфора, лучше так сказать. Таким образом, такую цепочку моносахарид готов к участию в обменном процессе, образуя углекислый газ в воду и выделяя при этом энергию. Чтобы все эти реакции протекали полноценно, нужны свободные электроны и кислород. Если их недостаточно, то в зависимости от степени недостатка наблюдается та или иная степень диабета. Поэтому, чтобы избавиться от диабета, надо очистить внутренние среды организма от токсиновой усталости, которые мешают свободному продвижению электронов. Это можно сделать низкокалорийным малобелковым питанием. В дальнейшем пищи должны преобладать моносахара типа фруктозы, которые для своего усвоения не требуют инсулина. Затем физической нагрузкой поставлять свободные электроны в акупунктурную систему. Выработка во время нагрузки углекислого газа запускает природный биосинтез в клетках. И человек снова здоров. Главное это понять, а затем делать. Тренировка с отягощением здорово помогает. Вот как отзывался о лечении диабета известная американская культуриста Каролина Эверсон. Культурист Тим Белкнап, например, диабетик, 10 лет назад он завоевал титул «Мистер Америка». Более того, я даже рекомендую заниматься телостроительством. Именно с помощью атлетических занятий можно достичь успеха в борьбе с болезнью. Ведь физические упражнения действуют подобно инсулину. Вы должны выполнять упражнения в среднем темпе. И всегда включать в тренировку аэробные упражнения для сердца легких. И естественные упражнения для роста мышечной массы. Но именно физические упражнения могут стать ключом, с помощью которого вы научитесь управлять болезнью и даже предотвратить развитие некоторых форм диабета. Очень хорошо атлетические упражнения в сочетании с правильным питанием позволяют восстанавливать травмированные суставы. Для этого подбирается ряд упражнений, позволяющих изолированно, целенаправленно давать нагрузку на поврежденный сустав. В самом начале применяются простые движения, а затем с маленьким отягощением. Но выполняются они многократно с небольшими интервалами отдыха 15-30 секунд. Что позволяет постоянно поддерживать в этом месте интенсивный кровоток. В дальнейшем вес отягощения постепенно увеличивается, добавляется количество повторений из серии. В результате таких нагрузок в поврежденной области, то есть в суставе, наблюдается обильнейший кровоток. Мышцы буквально добухают от крови. Возникает ощущение жжения, если интенсивно и долго упражняться. Все это приводит к тому, что в поврежденном месте в начале усиленно происходят процессы катаболизма, то есть разрушение протоплазмы клеток и так далее. Усиленная выработка углекислоты. Кровь доставляет повышенное количество питательных веществ. Вымывает отходы. Разогревает место. Разогрев в свою очередь способствует активизации ферментативных реакций. Болевые ощущения типа жжения, раздражая рецептор этого места, поставляют повышенный поток свободных электронов в эту область и усиливают протекание всех реакций, направленных на восстановление поврежденной ткани. Эти механизмы позволяют восстанавливать, казалось бы, безнадежно поврежденные связки суставы и мышцы. Пример Фрэнка Ричардса, описанный Юрием Власовым в статье «Подарили вторую жизнь» журнал «Физкультура и спорт» номер 1 за 1989 год. Наглядное подтверждение этому. Раздробленная в крошево стопа держалась лишь на сухожилии. Выше колена левая нога сломана. Рука раздроблена от локтя до пальцев. Два из сломанных ребер пробили легкие. При всем том, он даже не потерял сознание. Несчастный случай на работе разом перечеркнул планы Ричардса и спортивные и личные. Теперь все сводится к необходимости терпеть и нести свою долю. В 1970 году за три года до печального происшествия англичанин Фрэнк Ричардс выиграл один из высших титулов. Он мистер универсум. Через полгода его выписывают из больницы. Ричардс говорит, я вышел, потерял 26 килограммов веса, а точнее чистой мускульной массы. Семь месяцев после выписки он скован гипсом и обречен на неподвижность. На эти семь месяцев наслаиваются полные семь лет скитаний по клиникам. Операция идет за операцией. Трансплантация костей. Соединение костей болтами и металлическими пластинами. Наркозы, инъекции, лекарства, бессонницы. И слишком часто постель. Слабость, боли и постель. Только в 1981 году Ричард расстается с клиниками и врачами. Он рассказывает, к тому времени моя нога превратилась в шкурку на кости. Да и сам он походил на остов прежде могучего человека. Степень разрушения организма не столь удручающая, сколько безнадежна с точки зрения активного будущего. Тут бы довольствоваться жизнью без страданий. Возможностью обслуживать себя без посторонней помощи. А Ричард решает иначе. Он атлет. У него за плечами суровые тренировки. Он знает, как работа восстанавливает и воспитывает организм. Возродить себя тренировкой. Быть мощным, неутомимым мужчиной. Которому доступны любые физические нагрузки. Это очень дерзкая мечта. Ведь за бедами незаметно ему перевалило за 40. Возраст возводит значительные преграды для усвоения нагрузок, сокращая выносливость и ограничивая способность мышечной массы к изменению. Вот что говорит Ричард. Я начал с самых легких упражнений. Для левой ноги буквально с невесомых отягощений. И все равно первое время они меня убивали. Но это было все, что я мог себе позволить. Не возобновить даже такой тренировки, я остался бы калекой и облег бы себя на страдания. Еще бы не болеть ноги. Кожа на едва сросшихся осколках костей. Тренировки обнаруживают необходимость дополнительного лечения. И на следующий год операции возобновляются. Опять одна за другой. И как следствие полтора месяца в гипсе. Все та же обессиливающая неподвижность. Он снова берется за тяжести, которые подстать пятилетнему ребенку. Но и они отрывают руки, отзываются одышкой и болью. Мышцы сведены на нет. Вместо них кожа, кости, рубцы от бесконечных операций. Он тренируется по трехраздовой системе. Два дня работы и на третий отдых. Организм с благодарностью отзывается. Всего за три месяца Ричардс прибавил 6,5 килограмма чистого мускульного веса. Появляется выносливость. Заметно разрабатываются суставы. Меньше болят места бесчисленных переломов. Через три месяца он переключается на четырехразовую тренировку. Три дня работы и на четвертый отдых. Постепенно тело скрепляет мускулу. День ото дня все более мощное. В самотверженном восстановлении себя проходит 1983-1984 годы. Последствия несчастного случая устранены. Их как бы не было вовсе. Он снова могучий человек. И ему по плечу любые нагрузки. Но Ричардсу этого мало. Он хочет сразиться за титул первого из первых. В 1985 году тренировки Ричардса достигают внушительного объема и напряжения. В среднем они обходятся ему в 7500 калорий в день. Это один из самых могучих расходов энергии, на которые способен человек в обычных условиях изо дня в день. Естественно, он употребляет больше пищи. Однако, сложности возникли с восстановлением изуродованной ноги, которая слабо поддавалась привычным нагрузкам. Одна из выдающихся звезд культуризма Билл Перл посоветовала ему тренировать мускулы ноги так. Работать с ними весь день с 9 утра до 6 вечера. Ибо, как он сказал, нет ничего лучше для роста мускула в ног, как шоковая терапия. Первые 30 минут Ричардс должен сделать 20 подходов на приседания. В каждом 10-15 повторений. После этого наступала пауза на 30 минут. Ричардс должен был выпить напиток, насыщенный протеинами и витаминами. За паузой следовали снова 20 подходов в течение получаса. Их сменяла очередная 30-минутная пауза. Итак, с 9 утра до 6 вечера. После такой тренировки Ричардс оказался не в состоянии даже пошевелиться. И день пролежал в постели. Билл предупредил, что сначала ноги будут худеть. И в первую неделю я должен дать им полный отдых. А затем перейти на свой нормальный тренировочный цикл. И мышцы ног росли и росли. Вспоминал Ричардс. В итоге, все это эпопеи. Когда ему уже за 40 лет он занимает 10 место в соревнованиях названием «Мистер Универсу». Вот теперь вы имеете общее представление о возможностях атлетической тренировки. И при большом желании. Или когда вас припрет к стенке. Знайте, выход есть. И все это вы можете самостоятельно воплотить в жизнь. Существует другая разновидность атлетической тренировки. Произвольное напряжение мышц. В результате которого не происходит никакого внешнего движения. Это называется статическим или изометрическим усилием. Такие тренировки также прекрасно воздействуют на организм человека. И позволяют совершенствовать нервно-мышечный механизм. В результате которого человек, не имея гипертрофированных мышц, имеет громадную силу. Александр Зас наиболее ярко воплотил на себе принципы такой тренировки. Их также можно использовать для целей общего оздоровления организма, омоложения и увеличения продолжительности жизни. Например, на применение таких усилий в сочетании с дыханием основана особо китайская методика трактат о преобразовании мышц. Но для лечения суставно-связочного аппарата больше подходят динамические атлетические упражнения. Мое дополнение вот на сегодняшний момент, на 20-й год. Я сейчас занимаюсь гравитационной гимнастикой, в которой поднимаются огромные веса по 500 и более килограммов. Поднимаются они буквально таки на сантиметр, на 2-3, не более. И оказывается, вот эти подъемы заново буквально таки создают наш связочно-суставной аппарат. И в этом я убедился на себе. Кстати, вы мои занятия можете посмотреть у меня на YouTube-канале. Профилактика и лечение заболеваний позвоночного столба. Есть такая поговорка. Человек настолько молод и здоров, насколько молод и здоров его позвоночник. Ввиду того, что электрические импульсы, руководящие работой клеток органов, идут от позвоночного столба, сразу становится ясным главенствующая роль позвоночника в общем здоровье организма. Статистика говорит, что после 35 лет каждый пятый из нас становится обладателем радикулита, одного из многочисленных симптомов остеохондроза. Вообще, болезни позвоночника, а именно к такой категории относятся остеохондроз, источник страданий, который в той или иной степени выпадает на долю практически каждого современного человека. Чтобы полностью вникнуть в суть проблемы и избежать неприятностей, познакомимся с позвоночником подробно. Рисунок строения позвоночного столба и нервной системы, заключенная в нем, можете посмотреть этот рисунок. Позвоночник является частью скелета и состоит из отдельных позвонков. В позвоночнике, как в футляре, находится спиной мозг. От спинного мозга двумя парами отходят нервные корешки, которые в виде нервов шейных, грудных, поясничных, копчиковых, проходят между позвонками и иннервируют соответствующие органы. Позвоночник выполняет главную опорную и ресурную функцию в организме. Различные сотрясения, возникающие при ходьбе, беге, прыжках, им амортизируются как за счет погашения части нагрузки межпозвоночными дисками, так и за счет соответствующих изгибов самого позвоночника. В результате такой амортизации не повреждаются головной мозг, сердце, печень и все остальные органы, расположенные внутри грудной и брюшной полости. К тому же позвоночник участвует во всех основных двигательных актах. Таким образом, позвоночный стол представляет собой сложную и жизненно важную систему, опорная и двигательная часть которого состоит из отдельных позвонков, соединенных между собой межпозвоночными дисками, суставами, связками и поддерживаемых мышцами. Причем мышцы шеи и позвоночника состоят из двух видов мышечных волокон. Так, за статическую работу по удержанию головы и позвоночника в нужном положении отвечают тонические мышечные волокна, а за движения физические. Жизненно важная часть представлена спинным мозгом и 31-33 парами, отходящих от него нервов, обуславливающих все жизненно важные органы, обслуживающих все жизненно важные органы и все тело в целом. Первые семь шейных позвонков обладают наибольшей подвижностью и испытывают наибольшую нагрузку. Достаточно отметить, что давление на позвоночный диск между пятым и шестым шейными позвонками составляет 11,5 кг на квадратных сантиметров. В то время как давление на диск, расположенный между пятым поясничным и первым крестцовым позвонками, составляет 9,5 кг на квадратный сантиметр. Поэтому шейный отдел весьма уязвим. Следующие 12 грудных позвонков хоть и прочнее, но зато образуют массу подвижных суставов, ибо к ним крепятся ребра сразу двумя суставами. Итого в грудном отделе позвоночника 120 суставов. Представляете, какая сложная шарнирная конструкция и как важно обеспечить здесь правильную координацию работы. При этом, если хотя бы один сустав выйдет из строя по какой-либо причине, он действует как клин и нарушает всю гармонию движения в других суставах. Поэтому ежедневная, пусть даже недолгая, проработка суставов грудного отдела просто необходима. Причем сделать это можно только с помощью физических упражнений. Поясничный отдел состоит из пяти позвонков толстых, массивных. Нервные корешки, которые выходят из позвоночника в этих местах, как бы находятся между молотом и наковальней. Если учесть, что при переносе и подъеме двух ведер воды, при движении мебели в квартире, межпозвоночный диск между четвертым и пятым поясничными позвонками испытывает давление более 500 килограммов. Поэтому нет ничего удивительного, что именно здесь чаще всего развивается патологический процесс. Гораздо реже что-либо происходит с крестцом, состоящим из 4-6 сросшихся между собой позвонков. И, наконец, скобчик, состоящий из 4-5 рудиментарных позвонков, которые часто могут травмироваться от падения на эту область и причинять немало страданий. Движение позвоночника происходит вокруг трех осей. Сгибание-разгибание, влево-вправо, скручивание и круговые движения. Возможности таких передвижений зависят от ряда факторов, главным из которых будет состояние межпозвоночных дисков. Рисунок сгибания вперед и назад видна работа позвоночника и межпозвоночных дисков. Межпозвоночные диски представляют собой прокладки-амортизаторы, расположенные между телами позвонков и за счет своего особого устройства, обладающие способностью перераспределять вертикальное давление. Они имеют сложное строение. Периферическая часть состоит из фиброзного кольца, состоящего из мягких коллагеновых волокон, расположенных для большей прочности, в горизонтальном и косом направлениях концентрически ярко-белые линии чередуются со слоями ополовидной хрящевой ткани. В центре диска волока нет. Масса его стекловидна, мягка, студениста и обладает способностями набухать. Это и обеспечивает позвонкам рессорную возможность отодвигаться друг от друга, амортизировать удары, равномерно распределять нагрузку по всей площади суставной поверхности позвоночника. Теперь, после вводной информации о позвоночнике, можно перейти к его патологии. Название остеохондроз происходит из комбинации двух латинских слов. Остеон – кость и хондроз – хрящ. Окончание ос означает в данном случае дегенеративно-дистрофический процесс. Дегенерация – есть перерождение тканей здоровых в ткани, не свойственное данной структуре. Мягкие коллагеновые волокна перерождаются в грубую рубцевую ткань, а костная ткань со своей ювелирной структурой превращается в склерозированную камнеподобную массу. Дистрофия является следствием нарушения питания тканей позвоночника от зашлакованности, неправильного питания, малоподвижного образа жизни, перегрузок, переохлаждения и травм. Неправильная осанка, слаборазвитые мышцы спины, живота, шеи, ношение сумок в руках активизируют болезнетворные процессы. Ввиду того, что после 23-27 лет межпозвоночные диски начинают получать питание не из крови, а способом диффузии из окружающих тканей, в них в первую очередь развиваются два вышеуказанных процесса – дегенерация и дистрофия. Потом патологические процессы переносятся на костную ткань позвоночника, вовлекая в порочный круг многочисленные суставы и связки. В результате межпозвоночный диск уменьшается в размерах, он сжимается. Его центральное мякотное ядро, ответственно за перераспределение вертикального давления, высыхает, поэтому тела позвонков сближаются и начинают оказывать своими костными выступами давление на нервный корешок. Раздражение его и рождает ту самую боль, которая сопровождает почти каждый синдром остеохондроза, а их около 60. При сдавливании нервного корешка, который управляет и стимулирует какой-либо орган, функция этого органа может уменьшаться до 60%. Но все коварство остеохондроза в том, что эти дегенеративные и дистрофические изменения в позвоночнике происходят потихоньку, незаметно. Человек чувствует себя здоровым, выполняет обычную работу, и при резком повороте, поднятии тяжести, в результате которых нагрузка на межпозвоночные диски многократно увеличивается, они не выдерживают, проседают и защемляют нервы. В этот момент человек чувствует острую боль, не может повернуться или разогнуться. В результате этого около 100 тысяч человек ежегодно в нашей стране отправляются на инвалидность. А 25 миллионов ежегодно обращаются по поводу лечения остеохондроза в больницу. И это не только в нашей стране. Например, в высоко обеспеченной Швеции, где население 8,4 миллиона человек по причине остеохондроза ежегодно отправляется на инвалидность 13 тысяч человек. Это настоящее стихийное бедствие для страны, сравнимое с крупнейшими катастрофами. В зависимости от того, в каком отделе произошло сдавливание, поражаются соответствующие функции организма. Если это происходит в шейном отделе, то могут возникнуть сильные боли в голове, шее, шея теряет подвижность, формируется выраженная метеозависимость, появляются головокружения, боли в руках, плечах и локтевых суставах. Если произошло поражение в грудном отделе, то появляются фантомные боли, когда якобы болит сердце или желудок, или кишечник. Такие больные могут десятками лет лечиться по поводу несуществующих заболеваний, добываясь все новых и новых обследований, добываясь заграничные лекарства и все бесполезно. Причем таких больных гораздо больше, чем можно представить. Но стоит применить упражнение на позвоночник, провести нужную коррекцию, как мнимые боли мгновенно уходят. Есть и другой вариант поражения грудного отдела позвоночника, который не вызывает боли, а действительно ухудшает функции органов. Так специалисты мануальной терапии, они же костоправы, говорят, что у многих детей заболевания органов пищеварения возникают из-за изменений в позвоночнике. Такое появление ранних симптомов, как выяснили ученые, стало возможным из-за того, что происходит повсеместная химизация продуктов питания. Так в молоке стали обнаруживать высокую концентрацию антибиотиков, в овощах и фруктах различные удобрения. Наш хлеб в современном варианте настолько захимичен, что превращается в первейшего врага из-за частого и большого потребления его населением. Все это «богатство» способно накапливаться в связках и межпозвоночных дисках. Поэтому, чтобы полноценно вывести из связок и межпозвоночных дисков холестерин, соли тяжелых металлов, необходимо применять глубокие методы очищения и восстановления организма типа голодания. Если происходит поражение в поясничном отделе, то клинические проявления могут быть самые разнообразные. Боль то сосредотачивается в поясничной области и не дает согнуться или разогнуться. То пронизывает всю ногу от ягодичных мышц до пяточной кости. То возникает при движении, может появиться ночью. То вдруг нестерпимо начинает болеть передняя поверхность бедра. То боль мигрирует в икроножную мышцу и проявляется болевой судорогой. Вообще тяжелый поясничный остеохондроз может лечить человека многих радостей жизни. Помните об этом. В целом, из-за подобных поражений позвоночника могут наблюдаться нарушения координации движений, возникновение ползания мурашек по телу, беспричины озноб или излишняя потливость и многое другое. Исследования, проведенные во Всесоюзном научно-исследовательском институте физической культуры, показали, что одноразовое занятие в неделю положительно сказывается на позвоночнике, но только при трех и более занятиях в неделю эффект становится выраженным и устойчивым. Итак, нам надо с помощью физических упражнений решить несколько задач. А. Затормозить болезненный процесс, ослабить сдавливание межпозвоночного диска, разблокировать межпозвоночный сегмент, укрепить связки и мышцы и таким образом снизить интенсивность дегенеративно-дистрофических процессов. А. Активизировать реакции оздоровления, ускорить рост здоровой коллагеновой ткани в межпозвоночном диске, укрепить костную ткань, улучшить кровоток, активизировать рост мышечного корсета. В. Периодически очищать хрящи и связки от патогенных накоплений, поступающих в них вместе с пищей. Следующая классификация упражнений поможет нам в этом. 1. Упражнения, направленные на декомпрессию различных отделов позвоночника. Это могут быть висы на перекладине, шведской стенке. 2. Конкретно для шейного отдела наклоны головой в разные стороны вращения. Для грудного отдела подходят подтягивания на перекладине. Для поясничного подъемы ног в висе на шведской стенке. 3. Покачивание ногами в висе в стороны и кругами. 2. Упражнение на увеличение подвижности блокированного сегмента позвоночника в любом из его отделов. К этой категории упражнений относятся постепенно растягивания блокированных сегментов с помощью покачиваний, наклонов и вращений. Выполнять вначале надо осторожно, а затем амплитуду увеличивать. 3. В связи с тем, что позвоночник поддерживает тонические и физические мышечные волокна, необходимо выполнять как динамические, так и изометрические упражнения. Для шейного отдела хорошо подходят наклоны и вращения с внешним сопротивлением, например, собственными руками, с отягощениями и так далее. Стойка на голове в борцовском мосту и покачивание в таком положении. Поза рыбы йогов. Для грудного отдела разнообразные силовые прогибания вперед-назад, влево-вправо. Йоговская поза змеи, мостик, а также покачивание лежа на животе. Йоговская осана, лук. Для поясничного отдела полезны разнообразные наклоны. Статически прекрасно тренируют поясницу поза кузнечика. Для того, чтобы хорошенько напитать кровью связки и мышцы спины, оздоровить их, вымыть шлаки, необходимо создать мощный кровоток. Для этой цели подходят упражнения, направленные на крупные мышечные группы. Становая тяга с умеренным весом до 10 раз подряд. Наклоны через козла или специальную скамейку. Излюблено упражнение штангистов, которое позволяет им залечивать даже очень тяжелые травмы поясничного отдела позвоночника. И, наконец, подтягивание на перекладине. Весьма хорошо тренируют тонические волокна всего позвоночника упражнение под названием «Золотая рыбка», выполняемое по 5-20 секунд. В заключении обязательно выполнение упражнения на укрепление брюшного пресса. Без этого ваша тренировка позвоночного столба будет неполноценной. Четвертое. Плавание в теплой воде различными стилями позволяет легко и приятно поставить все позвонки на свои места и восстановить их подвижность относительно друг друга. В воде тело человека теряет вес, а в теплой воде мышцы хорошо расслабляются и освобождают сдавленные и заблокированные межпозвоночные диски. Те, кто часто страдают обострением остеохондроза, холодную воду должны применять очень осторожно. Холодная вода может вызвать дополнительные мышечные спазмы и обострить болезнь. Пятое. Упражнения направлены на развитие оптимальной гибкости позвоночника. К этой категории относятся осаны йогов и прочие растяжки. Я рекомендую вам из приведенных упражнений отобрать из каждой классификации по одному-два. У вас получится комплекс, позволяющий всесторонне укреплять позвоночник. По мере тренированности усложняйте упражнение и увеличивайте нагрузку. Общая продолжительность такого комплекса должна быть не менее 10 и не более 33-40 минут. Шестое. Прорабатывать сами межпозвоночные диски вам позволят разнообразные вибрационные упражнения, виброгимнастика, ходьба и особенно бег. Ритмические сжатия, возникающие во время бега, ходьбы и так далее, заставляют межпозвоночный диск набухать, то есть впитывать окружающую жидкость, что значительно улучшает его питание, а заодно тренирует рессорные свойства. Без подобных тренировок, находясь всегда в одной позе, диски теряют эти качества. Рекомендуется соблюдать питьевой режим и не обезвоживать без особой надобности организм. Обезвоживание очень сильно сказывается на состоянии хрящевой ткани, связок и суставной жидкости. Седьмое. Периодически проводить глубинное очищение организма голоданием. С его помощью вы можете полноценно очищать хрящевую ткань от вредных веществ. Так даже трехдневное голодание резко увеличивает гибкость, а семидневное тем более. Упражнения направлены на декомпрессию различных отделов позвоночника. Первое. Вис на перекладине. Концентрируйтесь на растяжении поясничного отдела. Выполняйте это упражнение 2-3 раза в течение дня по 10-15 секунд. Второе. Полувис. Ноги на полу. На перекладине или гимнастической стенке. Расслабиться. Почувствовать, как тянется грудной отдел позвоночника. Третье. Вис на гимнастической стенке. Отвести ноги назад. Потихоньку покачаться ногами влево-вправо. Подделать круговые вращения. Четвертое. Упор на письменный стол кистями. Локти под реберную дугу. Ноги от пола не отрывать. Наклоняя туловище к столу. Чувствовать, как растягивается поясничный отдел позвоночника. Держать натяжение в 8-10 секунд. Выполняю в течение дня от 3 до 5 раз. Пятое. Лежа на животе. Руки вперед. Потянуться, как бы растягивая грудной отдел. Поддержать натяжение 5-8 секунд 5 раз. Шестое. Лежа на спине на полу. Руки за головой. Потянуться. Стараясь растянуть поясничный отдел. Держать напряжение 3-8 секунд 5 раз. Упражнения направлены на увеличение подвижности блокированного сегмента позвоночника. Первое. Стоя руки на поясе, наклоны в сторону 10 раз. Второе. Руки на поясе, наклон вперед, казнуться ладонями пола, вернуться в исходное положение. Третье. Руки расслабленно висят. Вращение корпусом в стороны. Чувствовать натяжение мышц поясницы. Пятое. Руки вдоль бедер. Поднять согнутую в коленном суставе ногу. Отвести бедро в сторону. И упереться стопой согнутой ноги в бедро ноги, стоящей на опоре. Внимание на напряжение мышц бедра, ягодиц и поясницы в течение 5-8 секунд. Затем сменить ногу. Повторение по самочувствию. Пятое. Руки вдоль бедер. Согнуть ногу в коленном суставе. Взяться за голень обеими руками и потянуть бедро к животу. Внимание направлено на растяжение мышц поясницы. Шестое. Руки на поясе. Движение тазом вперед-назад. Количество повторений по самочувствию. Седьмое. Стоя. Боковой наклон влево. Одна рука поднята, другая опущена. То же самое повторить в другую сторону. Выполнять по самочувствию. Восьмое. Рука на опоре. Махи правой ногой вперед и назад. Постепенно увеличивайте амплитуду. Девятое. Сидя на полу, ноги вытянуты. Согнуться и достать ладонями носки ног. Почувствовать натяжение поясницы. С каждым разом помогайте себе руками согнуться больше. Десятое. Сидя на пятках. Согнуться в поясничном отделе. Вытянуть руки вперед. Коснуться ладонями пола. Ягодицы от пяток не отрывать. Почувствовать натяжение в пояснице. Одиннадцатое. Лежа на спине. Руки вдоль туловища. Медленно согнуть левую ногу и плавно, но с силой прижать обеими руками к груди. Почувствовать, как растягивается поясница. То же самое проделать с другой ногой. Посмотрите рисунки и тогда вам все станет ясно. Двенадцатое. Лежа на спине. Руки вдоль туловища. Плавно согнуть обе ноги в коленных суставах и с силой прижать бедра к груди. Подержать натянутую поясницу от 5 до 10 секунд. Повторить несколько раз. Тринадцатое. Лежа на спине. Ноги согнуты. Руки упираются в колени. Пытайтесь согнуть ноги, преодолевая сопротивление рук. Держать напряжение от 5 до 10 секунд. Повторить 2-5 раз. Четырнадцатое. Стоя на коленях, туловище прямое, руки вперед. Повернуться к пяткам. Коснуться правой руки левой стопы. Затем в исходное положение и наоборот. Постепенно увеличивайте скрут с каждым разом. Выполнять по самочувствию. Пятнадцатое. Лежа на спине. Ноги согнуты. Руки в стороны. Наклонить оба бедра вправо, затем влево. При этом голову и руки от пола не отрывать. Старайтесь с каждым разом все более приблизить неразъединенные колени к полу. Выполнять по самочувствию. Шестнадцатое. Стоя одна нога на опоре. Боковой наклон к ноге, которая находится на опоре. Постепенно увеличивать амплитуду наклона 5-10 раз. Упражнение, развивающее тонические мышечные волокна позвоночного столба. Первое. Лежа на спине. Руки в стороны. Напрячь мышцы шеи. Согнуть голову. Одновременно согнуть носки стоп на себя. Подержать напряжение от 5 до 10 секунд. Повторить от 3 до 5 раз. Второе. Лежа на спинном валике. Руки за голову. Прогнуться и на 2-3 секунды зафиксировать положение. Повторить от 5 до 10 раз. Третье. Сидя на пятках. Взявшись с кистями рук за голеностопный сустав. Согнуться медленно вперед. Коснувшись лбом пола. Перенести часть веса тела на голову. Побыть в таком положении 10-30 секунд. Постепенно увеличивая нагрузку. Четвертое. Стойка на плечах и затылке. Удерживая такое положение от 10 до 30 секунд. Можно повторить от 3 до 7 раз. По самочувствию. Пятое. Сидя на стуле. Руки за голову. Прогнуться. Подержать напряжение от 3 до 5 секунд. Повторить от 3 до 5 раз. Шестое. Стоя завести руки за спину. И сцепить в замок. Напрячь руки. Поменять положение и выполнить снова. 5-10 раз. Седьмое. Золотая рыбка. Одно из эффективнейших упражнений, прорабатывающие тонические волокна позвоночного столба. Прогнувшись, одновременно поднимите руки и ноги от пола. Подержите данную позу в течение 3 до 10 секунд. Повторить не более 7 раз. Восьмое. Осана змея. Делая медленный плавный вдох. Только за счет мышц спины. Поднимайтесь сверху. Руки только поддерживают. В конечном положении прогнитесь как можно сильнее и задержите дыхание. Ноги не гните и не отрывайте от пола. Девятое. Стоя на четвереньках. Руки на гимнастической стенке. Спина прямая. Прогнуться в пояснице. Подержать прогиб от 5 до 10 секунд. Повторить несколько раз. Это упражнение значительно легче предыдущего. Десятое. Осана лук. Лягте животом на пол. Возьмите себя руками за лодыжки ног и потяните так, чтобы тело в целом приняло положение лука для стрельбы. То есть вы прогнете спине. Подержите натяжение несколько секунд. Опускаясь, сделайте выдох. Одиннадцатое. Лежа на животе, руки вдоль туловища. Поднять туловище и руки над полом. Подержать напряжение от 3 до 10 секунд. Повторить по самочувствию. Как усложненный вариант этого упражнения, держать руки не сзади, а в стороны. Двенадцатое. Более силовой вариант, чем предыдущие упражнения. Поднимите туловище над полом, как можно больше прогнувшись с поясницы и поддержите в таком положении от 5 до 10 секунд. Повторить 5-10 раз. Тринадцатое. Лежа на спине, ноги согнуты, прогнуться в пояснице и грудном отделе. Руки прямые, упор на плечи и голову. Держать напряжение от 5 до 8 секунд. Повторить 5 раз. Четырнадцатое. Более усложненный вариант, нежели предыдущий. Дозировка упражнения, как в номер 13. Пятнадцатое. Данное упражнение позволяет дополнительно прорабатывать тонические волокна брюшного пресса. Дозировка, как в номере 13. Шестнадцатое. Данное упражнение позволяет налагать еще большую нагрузку на тонические мышцы туловища, нежели предыдущие. Дозировка упражнений, как и предыдущих из этой серии. Данное рисунки, которое вы можете посмотреть. Упражнения, направленные на развитие мышц брюшного пресса. Первое. Стоя. Руки на поясе. Попеременный. Подъем прямых ног. На каждый счет стараться достать носок, поднятой ноги, ладонью противоположной руки. Количество повторений по самочувствию. Второе. Велосипед. Это вариант самого легкого выполнения этого упражнения. Крутить педали по 20-120 секунд. Третье. Усложненный вариант предыдущего упражнения. Четвертое. Руки вдоль туловища, ноги прямые. Ноги приподнять на высоту 40 сантиметров над полом. Менять попеременную высоту подъема ног. Одна движется вверх, другая вниз и наоборот 15-30 раз. Пятое. Ноги прямые. Руки вдоль туловища. Ноги приподнять. Выполняем ножницы. Окрестное движение. Скрестное движение ногами 15-30 раз. Шестое. Ноги прямые. Руки вдоль туловища. Приподнять ноги на 30-35 градусов и зафиксировать их в этом положении на 10-30 секунд. Седьмое. Ноги прямые, руки вдоль туловища. Подняв прямые ноги на высоту 70-80 градусов относительно пола, постарайтесь достать голеностопные суставы руками одновременно 10-25 раз. Восьмое. Из положения лежа поднять и медленно опустить ноги за голову от 5 до 15 раз. Повторить по самочувствию. Девятое. Сидя на стуле, ноги закреплены под опорой, руки за головой или на поясе. Это облегченный вариант. Медленно разгибаясь, опускаясь как можно ниже и подниматься. 10-25 раз. Десятое. Вис на перекладине. Подъем прямых ног до прямого угла. Выполнять по самочувствию от 5 до 15 раз. Как вариант усложнения задерживать поднятые ноги на 5-10 секунд. Одиннадцатое. Подскоки. Старайтесь подтягивать колени к животу, выполнять по самочувствию. Смотреть рисунки как и что делать. Итак, в соответствии с вышеуказанными рекомендациями и степенью здоровья позвоночника, вы сможете самостоятельно подобрать соответствующие упражнения и выполнять их по несколько минут в день. Запомните, нет таких лекарств, которые сделают межпозвоночные диски, связки и мышцы вашего позвоночника сильными, выносливыми и эластичными. Все это могут дать только физические упражнения. Уход за органами брюшной полости. Условно, туловище можно разделить на две части. Верхнюю и нижнюю. Границей между ними служит диафрагма. Вверх от диафрагмы располагается грудная клетка, в которой находятся легкие и сердце. Вниз располагается брюшная полость, в которой расположены желудок, тонкий и толстый кишечник, печень и желчный пузырь, почки и мочевой пузырь, селезенка и поджелудочная железа, половые органы. Как видите, брюшная полость содержит много жизненно важных органов, которые должны быть расположены в определенном порядке относительно друг друга. Любое смещение, опускание и тому подобное приводят к угнетению их функций, сдавливанию соседних органов и в итоге к неправильной работе, застою в соседних с ними органах. Поэтому в брюшной полости должно быть определенное давление, которое не только удерживает органы брюшной полости на своих местах, но и помогает позвоночнику в поддержании правильного положения. Сильные мышцы брюшного пресса создают пневматическую подушку внутри брюшной полости. Эта подушка служит опорой для позвоночника и не дает позвонкам сдвигаться со своих насиженных мест. Предохраняет межпозвоночные диски от трещин и разрывов. Если суммировать преимущества сильных мышц брюшного пресса, то они сводятся к следующим. Первое. Сильный брюшной пресс через оптимизацию внутри брюшного давления способствует эвакуации желчи из желчного пузыря. Атония желчного пузыря, то есть отсутствие рабочего тонуса вследствие низкого внутри брюшного давления способствует застою желчи и образованию камней желчно-каменной болезни. Физические упражнения увеличивают тонус желчного пузыря, а также внешнее давление на пузырь и желчные протоки. В результате желч скорее и в большем объеме проходит через небольшое отверстие фаторного протока, которое открывается в 12-перстную кишку. Лицам, страдающим дискинезией желчных путей, на заметку. Из физиологии мы знаем, что желч, выделившаяся в кишечник, эмульгирует жиры. Наиболее полное всасывание жира идет только в виде жировых частиц, связанных с желчными кислотами. Если желчи мало и процесс эмульгации не происходит или недостаточен, это приводит к всасыванию неполноценного жира, что перегружает печень и приводит к ее жировой дистрофии. Лица с дряблыми животиками. Помните, что вы подвергаетесь опасности приобрести каменный и бескаменный холецистит и заработать жировую дистрофию печени. Второе. В случае снижения внутрибрюшного давления ниже 40 мм ртутного столба, химически чрезвычайно активный сток поджелудочной железы может задерживаться в ней и переваривать функционально здоровую ткань самой железы. Часто это приводит к панкреатиту, воспалению поджелудочной железы. Иногда в процесс вовлекаются и островки лангерганца, которые вырабатывают инсулин, гормон, понижающий уровень сахара в крови. Недостаток инсулина ведет к сахарному диабету. Это еще один пример тесной взаимосвязи силы мышц брюшного пресса с эффективностью работы органов брюшной полости. Третье. С увеличением силы брюшного пресса укрепляется диафрагма, которую считают венозным сердцем. Когда она становится сильнее, то увеличивается амплитуда ее движений, что приводит к более сильным сдавливаниям при вдохе и выдохе органов брюшной полости, как при массаже. Когда мышцы брюшного пресса слабы и, следовательно, слаба диафрагма, в брюшной полости происходит слабая циркуляция межтканевой жидкости венозной крови, что приводит к накапливанию здесь токсинов усталости, застою и превращает брюшную полость в стоячее болото. Эвакуация из толстого кишечника происходит недостаточно полно. Это приводит к скрытым запорам и отравлению всего организма. Слабое действие диафрагмы венозного сердца приводит к плохой циркуляции венозной крови и, как следствие, к варикозному расширению вен на ногах геморрою, лицам страдающим этими недугами на заметку. Таким образом, одним из краеугольных камней, которые во многом определяют здоровье, будет сила мышц брюшного пресса. Их необходимо тренировать постоянно и ежедневно. Плоский живот с рельефными мышцами брюшного пресса – признак не только здоровья, но и ума человека. Помните пословицу древних мудрецов – «большой живот не делает ум острее». Упражнений на живот великое множество и нет нужны приводить их здесь. Главное при выполнении этих упражнений – вы должны ощущать нагрузку на мышцы брюшного пресса и добиваться в них появления болевых ощущений типа жжения. Особенно хорошо прорабатываются мышцы брюшного пресса, да и вообще все мышцы, когда по мере выполнения повторений сначала появляется в них разогрев, который постепенно переходит в чувство жжения, и мышцы буквально набухают от крови. Именно такая тренировка способствует быстрому укреплению любых мышц и наращиванию мышечной массы. Скрытые массажи внутренних органов. Ввиду того, что органы брюшной полости имеют мягкую консистенцию – почки, печень, железы внутренней секреции, либо они полые – желудок и кишечник, желчный и мочевой пузырь, в них происходит накопление крови, где по крови селезенкая печень и жидкостей с высокой концентрацией веществ в желчном и мочевом пузырях, пищевой кашице в тонких кишках и каловых масс толстых. Все эти накопления имеют тенденцию к застою, который приводит к возможности образования твердых осадков и развитию разнообразной патологии. Эту особенность с первыми заметили древние йоги и придумали массу упражнений, которые с помощью мышц брюшного пресса и диафрагмы, а также пост тела позволяют сжимать и растягивать органы брюшной полости, что приводит к ликвидации застойных явлений, увеличивает кровоток, перемешивает жидкости, способствует продвижению пищевых и каловых масс. Вернейшее средство для оздоровления органов брюшной полости, а отсюда и всего организма. Вот наиболее простые, доступные и эффективные. Первое. У Диана Банха. Встать прямо, слегка наклоняясь вперед, согнув немного ноги в коленях, упереться руками в колени и сделать полный выдох. При этом живот максимально втяните в полость грудной клетки. В результате этого движения органы брюшной полости не только сожмутся, но и подтянутся вверх, становясь на свои места, если они были опущены. Это упражнение можно делать на выдохе. После втягивания расслабить диафрагму и обратно втянуть. Так повторить несколько раз, а затем сделать вдох и немного отдохнуть. Либо после втягивания живота сделать медленный плавный вдох надуть живот, как футбольный мяч. Затем снова выдох втягивание и после вдох выпячивание. Такие движения необходимо ежедневно проделывать не менее 100 раз. А лицам, страдающим дискинезией желчных путей, запорами и плохим пищеварением гораздо больше. Естественно, эти упражнения проделываются натощак, обычно по утрам. Такие упражнения делала Галина Шаталова по несколько тысяч раз за день, чтобы добиться идеальной работы желудочно-кишечного тракта и поставить пупочный энергетический центр строго на свое место. Рисунок у Дианы Банхи вы можете посмотреть. Второе. Науле. Это более сложное и более эффективное упражнение, чем предыдущее. Выполняется оно в том же положении, что и предыдущее. После втягивания живота прямые мышцы живота выпячиваются, напрягаются. И посредине живота образуется мышечная перегородка. Нажимая руками поочередно на колени, по мере достижения совершенства вы будете управлять этим произвольно. Заставьте эту перегородку двигаться из стороны в сторону, что прекрасно массирует органы брюшной полости. Упражнение делать на выдохе. Как варианты усложнения этих упражнений, существуют такие движения. При выполнении у Дианы начинают выполнять волнообразные упражнения животом вверх-вниз, а при выполнении науле умудряются проделывать круговые движения вместо поперечных. Рисунок науле можете посмотреть. Третье. Артха Мациендрасана. Это скрученная поза. Простейший вариант этой позы таков. Сесть на пол, ноги вытянуть вперед и максимально развести в стороны. Сделать выдох и скручивать туловище, не наклоняясь. Повернуться вправо. Ягодицы и ноги при этом не отрывать. Чтобы скручивание было сильнее, помогайте себе руками. Одной рукой упирайтесь в пол для поддержки. Можно держать за спиной. А другой давите на колено с целью усилить скрут. Зафиксировать скрученное положение и медленно, плавно дышать. При каждом выдохе постарайтесь немного подкручивать себя, чтобы усилить давление на правую сторону. После 1-5 минут это положение сменит на обратное. Это позволит теперь сдавить левую сторону тела в брюшной полости с находящимися там органами. При этом правая сторона теперь растягивается активно, снабжается кровью. При сжатии вы удаляете шлаки, застоявшиеся, ненужные, а при растяжении напитываете органы кровью питательными веществами. Здесь наблюдается эффект губки. Сжатие, выжимание и отпускание впитывания. Рисунок Артха Мациндрасаны. Четвертое. Павлин. Это сложное упражнение на равновесие. С упором локтей в область живота можно заменить на более простое. Встать на колени, кисти рук положить между коленей, наклониться и локтями упереться в область живота, район пупка. Потихоньку смещая центр тяжести тела вперед. При этом локти упираются в живот и вызывают сильнейшее давление, которое может на время перекрыть кровоток в аорте, венах, почечных артериях. После 2-5 секунд такого давления подняться и повторить еще 3-5 раз. После снятия давления на аорту, кровь сильнейшей струей бьет в почечные артерии и промывает почки. Прекрасно массируются женские половые органы, мочевой пузырь, прямая кишка. Внутренний массаж с помощью кулаков. Посмотрите рисунок. На рисунке все ясно. Как, что делать. Пятое. Йога Мудра. Вариант. Сесть на пятки, руки сжать в кулаки и положить перед животом на бедра, соединив их вместе. Медленно делая вдох-выдох, наклониться вперед, при этом кулаки упрутся в брюшную полость и вызовут в ней сжатие. Затем, медленно вдыхая, выпрямиться, кулаки выйдут из брюшной полости. Такое периодическое сжатие прекрасно массирует низ живота, восходящую и нисходящую толстую кишку, мочевой пузырь, половые органы, что оздоравливающе воздействует на них. Выполняйте не менее 50 раз. Регулярное выполнение этих простых упражнений сделает ваш живот здоровым и прибавит много лет полноценной жизни. Выводы и практические рекомендации. В этой главе мы рассмотрели влияние физических упражнений на организм человека. Но для того, чтобы правильно и с большей пользой применять их для себя, подбирайте упражнения с учетом индивидуальной конституции, а также времени года. Разберем и эти вопросы. Первое. Упражнения для мышц брюшного пресса и позвоночного столба. Все люди, независимо от индивидуальной конституции, должны выполнять ежедневно. Но при этом лицам со слизистой конституцией надо большое внимание уделять животу, а с конституцией ветра на позвоночник. У первых, пищеварение замедлено, у вторых, есть склонность к скованности. Лица с желчной конституцией уделяют равное внимание с животу и спине. С возрастом трудность упражнений понижается, но зато необходимо увеличить продолжительность выполнения. Вспомните, как увеличивал нагрузку Николай Амосов. Сначала он выполнял по 500 движений, этого оказалось мало. Увеличил до 1000, эффект стал выраженным. Второе. Ходьба, бег, аэробика, атлетическая гимнастика, упражнения на растяжку. Рекомендуется выполнять в таком порядке. В молодом возрасте бег, подвижные игры, атлетическая гимнастика для женщин-аэробиков. В зрелом возрасте умеренный бег, атлетическая гимнастика с небольшими отягощениями. Упражнения на гибкость, китайские оздоровительные системы. В пожилом возрасте ходьба, длительный бег трусцой, гимнастика йогов, китайские оздоровительные системы. Возможны умеренные занятия с тяжестями. Больше физических упражнений несложного характера. Работы в саду, огороде, на свежем воздухе. Зимой выполняйте упражнения интенсивно для разогрева организма. Быстрый бег, атлетическая гимнастика. Летом путешествуйте, плавайте, бегайте, упражняйтесь на гибкость. Упражнения летом не должны приводить ваш организм к сильному разогреву. Третье. Для лиц с конституцией ветра, у них преобладает быстрота, резкость. Общая направленность упражнений должна быть на замедленный темп, активацию анаболических процессов, работа с отягощениями, на гибкость, различные древние методики гимнастики, а также плавания. Это уравновесит их природную легкость, скованность и катаболические процессы. Для лиц с конституцией слизи, малоподвижных, склонных к ожирению, инертных, больше подходят длительные по продолжительности упражнения, бег, выполнение атлетических упражнений с небольшими отягощениями в быстром темпе, много раз, от 15 до 20. Это позволит уравновесить их природную склонность набирать вес, то есть анаболический процесс, сделать их стройнее и живыми. Для лиц с конституцией желчи, склонных к перегриву организма, подойдет умеренный бег, быстрая ходьба, плавание, аэробика, атлетическая гимнастика со средними отягощениями. Только с учетом этого вы сможете уравновесить свою индивидуальную конституцию, не дать возбудиться сильному жизненному принципу и поддержать слабым. Вы будете гармоничной личностью, без перекосов и прекрасно себя чувствовать. Но если вы пойдете на поводу усильных жизненных принципов вашей конституции, то можете обезобразить себя как внешне, так и внутренне. Например, если человек со слизистой конституцией будет заниматься атлетическими упражнениями в медленном темпе с большими весами, которые стимулируют и без того сильные анаболические процессы, он станет похожим на шкаф. Если человек с конституцией ветра будет быстро двигаться, долго бегать, это увеличит и без того его природную легкость. Он будет выглядеть как спичка, худой и масластый. Если человек с конституцией желчи будет много горать на теннисных кортах и бегать в жаркую погоду марафонской дистанции, это вызывает перевозбуждение и без того сильных теплотворных способностей организма и может привести к тепловому удару, расстройству пищеварения, непорядку с психикой. Надеюсь, вы поняли суть и будете следовать здравому смыслу, а не своим прихотям и переменчивой оздоровительной моде.